Тернистый путь к чистоте. Накануне в районе частного сектора Фёдоровки занимались ликвидацией несанкционированных свалок. Много лет людям не было предложено цивилизованных способов избавляться от отходов, кроме как сваливать его рядом со своим жилищем. Изменится ли ситуация теперь, выясняла Ирина Вобещевич. В рамках проведения осенних субботников в районе имени Казыгбекби на Фёдоровке взялись ликвидировать несанкционированные свалки. Ими занялись компания «Горкомтранс» совместно с сотрудниками районного Акимата и полицейскими. «Пять свалок, которые образовались за этот период, за годичный период этого года, те свалки вот в таком объёме, вот на сегодня мы вывезли 15 КАМАЗов именно с золы. Жителям тоже хотелось бы разъяснить о том, что есть отдельный договор, отдельный вид услуги, это заключение договоров с «Горкомтранс» по этому виду услуг». Но не только зола в этих огромных кучах, но и всевозможный мусор. По улице Юбилейная, Разрезовская, Молоково установили три больших контейнера рядом с местами, где люди сваливали отходы. Сейчас, по словам заместителя Акима, с людьми активно ведётся работа по заключению договоров на вывоз, но они якобы не хотят платить. «Будем проводить, разъяснять жителям частного сектора заключение договоров. Ну, с их стороны, лишь бы желание было, чтобы заключить договор, чтобы устанавливать контейнеры, то «Горкомтранс» будет самостоятельно». Некоторые жители называют свой район трущобами, многие тут живут в бараках. Свалки, по их словам, тут уже давно, потому что иных способов избавляться от отходов людям за долгие годы не было предложено. «А куда людям цыпать? Это барак. Идут и вываливают. Вот у нас уже около Разрезовской на улице, прям на дорогу цыпят». «Давно ли у вас здесь мусор?» «Давно, лет 15-20, с советских времен вообще-то». «И что, все туда сваливали?» «Да». «А почему туда сваливали?» «Ну, потому что некуда было, у нас контейнеров не было. Потому что население у нас маленькое, ну вот здесь, в этом районе. Наверное, из-за этого сами контракт не составляли. Вот сейчас только». Только сейчас на Федоровке, да и то пока не везде, компания «Горкомтранс» выделила контейнеры, называемые порталами, бесплатно. «Мы сейчас обвиняем людей в том, что они сделают свалки. А раньше куда им было выкидывать?» «Я могу сказать, установили портал. Работаем в полном режиме, как говорится, с акиматом, с участковыми, чтобы людей подключали, чтобы эти свалки больше не организовывались». Сама мастер мусоровозящей компании говорит, что люди хотят заключения договоров. И порядка в своих районах. «Помолоково-2, где мы проживаем, там дети маленькие играются. И там вообще хуже, чем даже вот здесь. Конечно, мы за, чтобы эту всю мусорку убрали и было как бы чисто, потому что это дети маленькие, очень некое. «А у вас стоит вот такой контейнер?» «Нет, но мы будем за, чтобы стоял вот такой контейнер обязательно». «А вы с вами какую-то работу проводят по поводу того, чтобы там контейнеры устанавливать?» «Нет. Я вот просто сейчас увидела, вот сейчас на данный момент. И, конечно, мы тоже хотим, чтобы…» «А платить вы готовы?» «Ну, все будут платить. И не только я, и все жители будут. Потому что вот так вот, представляете, там такая куча. Это ещё ничего». В компании «Горкомтранс» заявляют, что также проводят работу вместе с участковыми по заключению договоров с юридическими лицами. Но, судя по опросу, люди здесь об этом даже не слышали. «Мне вот сейчас вот первый раз вот это всё мы слышим, честно говоря. Такого разговора не было. Вот сейчас девушка мне объясняет вот это всё». Кстати, для юридических лиц, а также для частников, кому не установят общие большие контейнеры, придётся подготавливаться к тому, что обяжут приобретать контейнеры, стоимость которых колеблется от 25 до 40 тысяч тенге.